Задача организатора второго благотворительного зоомарафона 4 плюс 2 не только на высоком уровне повторить успешный опыт предыдущего года, но и сделать забег более массовым и продуктивным. И у них это получилось. Задача всегда у нас была основная с посещением борьбов и с организацией подобных и благодарительных концертов. Это может наладить взаимосвязь между людьми и животными. Мир не становится, к сожалению, добрее. Люди с каждым годом проявления жестокости, они повсесеместны. И поэтому вот такого рода мероприятия, они нацелены хоть как-то разбавить этот мир, чуточку добра, милосердия и любви к нашим четвероногим ближним. Один из участников благотворительного зоуза бега, который заслужил титул самой большой собаки и 4-летний дан. Среднеазиатскую овчарку отличает послушание, выносливость и массивность. 60-килограммовый пес не только верный друг, но и надежная защита для дома. Начали воспитывать девушку где-то с месяцев 6-8. Воспитывали сами, потому что мало кто брался на обучение, поэтому пришлось воспитывать самому. Собака, конечно, друг человека. И каждая собака походит на своего хозяина. Поэтому какой хозяин, такая будет и самая. Немецкие овчарки и чихуахуа, английские кукер-спаниели, китайские хохлатки, сибирские хаски, йогширские терьеры, шарпии и дворняги. Порядка 35 пород собак вместе с хозяевами совершили забег. Забег в сотни и тысячу метров, несмотря на знойное солнце. Сложенность и четкость действия и понимание с полувзгляда. Вот так проявлялось единство партнёров в ходе марафона. Победители забега делятся эмоциями и впечатлениями. На самом деле дистанция небольшая, но конкуренция была. С собаками мы не часто бегаем. Поэтому было интересно. Новый опыт. Она может бежать 10 километров, 2 круга, и будет вообще хорошо, легко. Только бить немножко водички. Лёва, конечно, собака помогала изначально, начала очень быстро бежать. Потом уже я её немножко подтягивал. Ну, тяжело, как бы надо. Я не особо бегаю эти люблю, но пришлось потерпеть немножко. Без собаки не очень весело. А так с ней пробежался, погулял. Собака, собака. Весело, интересно. Однако главное здесь не победа. Важно было напомнить людям, что хвостатые друзья тоже нуждаются в любви и заботе. Сегодня проблема бездомных животных остаётся актуальной. А потому в ходе мероприятия был организован сбор добровольных пожертвований для пункта содержания бездомных животных. Проблема таких животных, что они, оказывается, никому не нужны. То есть люди берут, они где-то поигрались, где-то натешились ими, а потом они становятся никому не нужны и ходят сами по себе. Также проблема в том, что люди не понимают того, что стерилизация – это наиболее гуманный способ избавить себя от ненужных котят, щенков. Поэтому стерилизовал один раз свои животные и больше тебя не волнует эта проблема. Куда пристроить, кому отдать и где найти нового хозяина. Организаторы отмечают, в ходе марафона ни один четвероногий друг не пострадал. Скорее наоборот, позитивное настроение и заряд бодрости был обеспечен всем. А четвероногие победители получили честно заработанные призы, предоставленные партнёрами мероприятия. КОНЕЦ